Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Как изменится Козловка в ближайшие пять лет? В муниципалитете обсудили точки роста. Встречи с депутатами в «Республике» начали работать коммуникационные площадки по выборам главы «Республики». География, литература, информатика. Школьники-чуваши начали сдавать единый госэкзамен. Сегодня день памяти третьего космонавта СССР. Дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, почетного гражданина Чувашской республики Андриана Николаева. Андриан Григорьевич ушел из жизни 3 июля 2004 года. И вот уже 16-й год подряд в этот день в его родном селе Шоршелы Марпасадского района собираются жители и гости района, чтобы вспомнить, каким легендарным человеком и космонавтом был он, наш земляк. Взлетев в космос, он сказал, вот я Чуваш, этим горжусь. Все время об этом он подчеркнул. Подчеркнул о том, что чувашский народ очень трудолюбивый и костеприимный. Трудолюбивым был и сам Андриан Григорьевич. Он безгранично любил свою работу, любил полеты в небо. Старался как можно чаще бывать на малой родине. Сегодня на сайте мемориального комплекса Николаева открылась виртуальная выставка «Звездный сокол». Детство и юность, первый отряд космонавтов, космические полеты, мировая слава. Эти и другие вехи жизни человека-легенды можно увидеть своими глазами. Именем Андриана Николаева названы кратер на Луне, улицы, парки и школы в Чувашии. Ульяна Питакова, Артур Галкин, Олег Цыпленков, Республика. Детские лагеря этим летом не откроются, так как республика по-прежнему находится только на первом этапе снятия ограничений. Исключение составит санаторий и лесная сказка. Такое решение приняли на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в Чувашии. Показатель заболеваемости коронавирусом в Чувашии ниже, чем по стране, но выше среднего по Приволжскому федеральному округу. В сутки количество заболевших в регионе колеблется в районе цифры 60. Коэффициент распространения соответствует первому этапу снятия ограничений. Поэтому специалисты Роспотребнадзора приняли решение не открывать этим летом загородные лагеря. Исключение – лесная сказка. Там 15 июля после необходимой санэпидобработки планируют принять первую смену ребят. Выезжала комиссия в составе Роспотребнадзора, сотрудников Министерства здравоохранения, сотрудников самого санатория «Лесная сказка». Определена полная, стопроцентная готовность данного санатория к приему детей. Определены все маршруты. Порядок приема, порядок пребывания, порядок питания этих детей в условиях новых требований. Это не просто здоровительная компания, здесь дети, которые нуждаются в третьем этапе реабилитации, то есть в частности санаторным курортом лечения. Чтобы исключить завоз инфекции на территорию лагеря, сотрудники разделены на три группы. Работать они будут понедельно. Кроме этого, на Оперштабе было принято решение о начале проведения профилактических медицинских осмотров, без которых порой и невозможно трудоустроиться. К плановому приему в скором времени должен вернуться и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, как только выпишутся последние больные COVID-19. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Выпускники всей страны сдали сегодня первые единые госэкзамены. За парты в общей сложности сели около 173 тысяч человек. Они проверили свои знания по информатике, географии и литературе. Это предметы по выбору. Как проходят госэкзамены в столице, Чувашия, расскажет Юлия Важенина. Напоминаю, с собой берем в прозрачном пакетике две гелевые черные ручки, паспорт, пол-литра воды. Ну, ни пух, ни пират. Даже на улице выпускники стоят на расчерченных на асфальте квадратах. Так соблюдается дистанция. Заходят школьники тоже по очереди, проходят через металлодетектор. Их встречают у входа, проверяют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Мы можем наблюдать, что в школе работают два входа для детей. Сами школьники заходят строго по графику. Между школами, как правило, 15-20 минут по запуску. Между самими детьми выдерживают социальную дистанцию. В этом году ЕГЭ проходит только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. Таких в Чебоксарах 775 школьников. Максимум в классе сидит 9 человек. Сидят они зигзагообразно. Соблюдается социальная дистанция полтора метра. Ну а за ходом проведения экзамена наблюдают по видеосвязи. Всего в столице республики 11 пунктов проведения экзамена. В городах Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля. Батревском и Чебоксарском районах. Только сегодня географию, литературу и информатику сдали более 1200 человек. Возможности узнать задание экзамена заранее у школьников нет. Вскрытие дисков проходит на глазах выпускников. Организатор в аудитории покажет всем детям целостность пакета, где хранится диск. Затем этот диск вынимается при детях и начинается его активизация. Задания экзамена на диске. Они как раньше в бумажном виде. А распечатывают их уже в самих кабинетах. В штабе мы получаем диск с заданиями, на которых здесь 15 вариантов. И получаем пакет, в котором уже использованы задания, которые выполнят ребята во время экзамена. Мы их сюда складываем и возвращаем уже в штаб. За упакованный, чтобы никто не посмотрел. Яна Жебет мечтает стать врачом-кардиологом. И чтобы поступить на эту специальность, девушке нужно сдать химию и биологию. Подготовку к ним Яна начала еще в 10 классе. А сейчас вышла на финишную прямую. Готовлюсь с репетиторами, со школьными учителями. И сама решаю тесты на онлайн ресурсах. Пока я чувствую себя отлично. И мысль о надвигающемся ЕГЭ меня не беспокоит. Но я думаю, за день до ЕГЭ я буду сильно волноваться. Потому что все-таки решается моя судьба в этот день. Госэкзамены продлятся до 23 июля. Но если по каким-либо причинам школьник не сможет уложиться в отведенный срок, в августе запланированы резервные дни. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Ни один избирательный участок не был без присутствия наблюдателей. И ни одна выездная группа, которая проводила придомовое голосование и голосование на квартирах, также не была без наблюдателей. Все наблюдатели, которые принимали участие, прошли обучающие семинары. Кодекс наблюдателя был доведен до каждого из наблюдателей. Что в последующем очень сильно помогло в том, что это голосование прошло без серьезных нарушений. В дни голосования в общественной палате работал ситуационный центр, куда стекалась вся информация от наблюдателей. Ежедневно центр получал порядка 50-60 звонков от жителей республики. Меня интересовала в первую очередь как доктора системы безопасности воли и заведения наших граждан. Как работают сами там сотрудники, волонтеры наши. Действительно, организация была действительно на очень хорошем, безопасном уровне. Вы знаете, вот сейчас как раз наступил тот период, когда в принципе нужно было высказать нашему народу свое мнение и свою позицию. Четкость организации и соблюдение всех норм безопасности подтверждают и сами избиратели. Оцениваю эти выборы на отлично. Как организовали, очень хорошо. Никакого столпотворения. Мы ходили 25 числа, мы прямо пошли на участок. На участке с соседкой проголосовали. А потом и около дома тоже приходили. Но я там являюсь зампредседателя, у нас кооперативный дом. Мы всем говорили, выходите, голосуйте. Опыт широкого общественного наблюдения можно считать успешным. И он пригодится на предстоящих в сентябре выборах главы Чувашии. Татьяна Иванова, Николай Скворцов, Республика. В Чебоксарах создан народный штаб Олега Николаева. Состоялось его первое заседание. На встречу с вриу главы Чувашии, который идет на выборы самовыдвиженцем, пришли те, кто поддерживает его ведение и развитие республики, как самодостаточного региона с достойным инвестиционным потенциалом. Здесь же в народном штабе собирают подписи в поддержку кандидата. Работа, нацеленная на результат. Таков девиз команды сторонников Олега Николаева. В их числе абсолютно разные по возрасту и статусу люди. Но их объединяет желание перемен. Добиться их можно с помощью комплексной программы развития, которую уже называют планом конкретных действий. Ее презентация состоялась на Высшем экономическом совете. Зная его характер, черты, трудолюбие, возможности, он может для республики многое сделать. В этом мы уже убедились. Поддержка аграрного сектора очень много. Это уже чувствуем, знаем. Уже первые шаги на посту в Рио руководители региона показали. Кандидат намерен добиться экономического роста даже в это непростое время. Наконец-то свершилось, что республика будет развиваться комплексно. И это дает нам карты в руки. Спасибо, Олег Алексеевич, за то, что вы продвинули концерн тракторной заводы. И он не только будет промышленные трактора выпускать, а он будет выпускать трактора малого класса и среднего, которые нужны сейчас как воздуху сельскому хозяйству. Ряд уже принятых законов будет способствовать развитию аграрного сектора, поддержанной отрасли культуры и спорта. То, что недавно принят закон о детях войны, это очень хороший подарок был для ветеранов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас появляются новые возможности и акцентации трех официалов во всех сферах. Отменив федерации спортивной борьбы еще вашей, могу заметить, что мы приводим все усилия для достижения поставленных высоких целей. Олег Николаев поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, но отметил, что работы будет много. Задача посмотреть на все стратегии, на все программы, на все мероприятия национального проекта, которые реализуются в Чувашской республике, с позиции их реализуемости, с одной стороны, в определенные сроки, с другой стороны, повышение эффективности с тем, чтобы соединить некоторые программы с тем, чтобы у нас получилось реальное комплексное развитие. Но самое главное, самое главное, вот в рамках вот такого комплексного подхода обеспечить мультипликацию. Мультипликацию, прежде всего, объединения усилий. То есть, вкладывая бюджетные средства Чувашской республики в определенные процессы, обеспечивать дополнительный приток, прежде всего, федеральных денег и частных инвестиций. Напомним, по данным Центра избиркома республики, своей кандидатуры на должность главы региона выдвинули уже 8 человек. В их числе представители партии и самовыдвиженцы. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Павел Рядков, Республика. В республике начали работать коммуникационные площадки, на которых потенциальные кандидаты на пост главы республики встречаются с депутатами муниципалитетов. Первая встреча состоялась в «АллатРе». Напомним, что инициатива в Рио главы республики по организации именно такой процедуры прохождения муниципального фильтра поддержал Совет муниципальных образований. Он взял на себя ответственность по организации коммуникационных площадок. В «АллатРе» приехали почти все потенциальные кандидаты, выбранные от разных партий и самовыдвиженцы. Каждый со своей предвыборной программой и своим видением ситуации. Александр Андреев считает, что надо возрождать крупные предприятия, славившиеся когда-то на всю Россию. Потенциал есть, и этот потенциал был довольно-таки широко использован в советское время. Были крупные городообразующие предприятия, которые сейчас, к сожалению, пусть даже не сохранились, но в недостаточном объеме. Этим предприятиям надо помогать. Андрей Эльдеменов намерен привезти в республику конкретный инвестиционный портфель и всерьез заняться ростом производительности труда на предприятиях, видя в этом основу роста. В частности, есть договоренности по строительству нефтеперерабатывающего завода в Чувашире. Этот проект неоднократно обсуждался, но до практической реализации соответственно дошел. Инвесторы готовы к продоваться в Чувашире, но для этого им нужно понимание, что действительно политики в Чувашире, что называется, с хребтом, с характером, и решают именно здесь, у нас в Чувашире. О работе на благо малой родины рассказал депутатам Сергей Матвеев. Патриот тот, кто болеет душой от своей родины, тот, кто работает ради своей родины, тот, кто знает проблемы всех своих коллег, своих земляков, помогает им их решать. Николай Степанов пообещал вплотную заняться анализом финансового положения республики, ведь от этого зависит вся деятельность правительства. Провел аудит финансово-хозяйственной деятельности республики, районных городов. Все сидящие здесь, как раз понимаете, если мы забираем что-то строить, изменить, мы сначала разбираем свои возможности, что можем делать и по этапам, что делать. Я бы формировал правительство не по принципу партийной принадлежности, или кто кому нравится. Правительство должно быть формировано из числа опытных профессионалов. Формирование бюджета волнует и Константина Степанова. Этому надо уделять особое внимание. Бюджет формируется всегда сверху вниз. И формируется он исключительно под государственные программы. Мы все прекрасно об этом знаем. И деньги на что-то более-менее крупное можно получить только включившись муниципалитетом либо всей республикой в какую-то из государственных программ. И деньги это будут только целевые. Таким образом, для всех потенциальных кандидатов созданы равные условия. В ходе встречи муниципальные депутаты задали интересующие их вопросы. По поручению в Рио главы Чувашии сейчас прорабатывается механизм удержания тарифов за услуги по вывозу ТКО на уровне прошлого года. Поднимать цены в сложных для экономики и населения условиях недопустимо, считает Олег Николаев. Об этом говорили на брифинге профильных ведомств. К сожалению, в обсуждении очень важной для жителей темы вновь не участвовали представители регионального оператора. Первоочередные шаги требуют серьезного анализа ситуации. Чтобы поддержать тарифы на прежнем уровне, нужно решить задачу раздельного сбора мусора. Сегодня перерабатывается всего лишь около 3% отходов. Чтобы как можно больше вторсырья шло в дело, в республике планируют создать эко-технопарк. Проект уже включен в план развития региона. И даже нашли 7 реальных резидентов, желающих этим заняться. Центр по переработке мусора построят на Вочебоксарске. Правильные и полезные экопривычки населения в конечном счете в корне поменяют систему переработки ТКО. Не менее 36% у нас должно идти в переработку отходов. То есть, соответственно, мы должны развивать и раздельный сбор отходов. И полученное вторичное сырье или вторичные материальные ресурсы мы должны перерабатывать. И не менее 60% образованных на территории республики твердых коммунальных отходов, конечно, должны проходить через сортировку. Вот эти целевые показатели мы себе ставим. То есть, думаю, что мы их достигнем. И вот создание как раз Экотехнопарка – это вот такой серьезный базис для того, чтобы этих ценивых показателей достичь. В этот непростой период очень кстати государственные меры соцподдержки. Это компенсация сельским специалистам, поддержка пенсионеров, ветеранов и многодетных семей. При учете средних шилов доходов семьи сейчас мы учитываем доходы грамм, зарегистрированы в данном порядке безработных. То есть не просто он безработный, а он должен быть зарегистрирован на бирже труда. Безработный, почти безработный. То, значит, соответственно, всех членов семьи, одного членов семьи, кто едет официально зарегистрирован, учитывать. Вот эта мера очень существенно сейчас будет помогать всем людям. И она непосредственно связана с гостным тарифом. Уже оформленные субсидии будут продлеваться автоматически до 1 октября текущего года. Никаких бумаг по подтверждению данных не требуется. Помощь от государства по субсидированию уже получили более 14 тысяч семей. Что касается самих тарифов, то вопрос еще прорабатывается. Максимально в короткие сроки мы этот вопрос прорабатываем. Да, будем перерасчитывать, да, конечно. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Сегодня на заседании Координационного совета по правопорядку обсудили проблемы, возникающие при проведении капитального ремонта зданий. Их несколько. 281 многоквартирный дом Чувашии подлежит капитальному ремонту в этом году. В 49 уже закончились работы. Остальные должны завершить к 1 октября. Открытым остается вопрос качества. Довольно часто жильцы высказывают претензии. При выборе подрядных организаций действующее законодательство не запрещает одной и той же организации участвовать и в конкурсе на проведение строительно-монтажных работ, так и, соответственно, в выполнении строительного контроля. Что, в принципе, является неким таким фактором снижения контроля качества выполняемых работ. Решить вопрос возможно, возложив строительный контроль на службу единого заказчика. Отдельная тема – капитальный ремонт объектов культурного наследия. Это специфичное направление. Работать в нем могут только подрядчики, имеющие сертификат на проведение подобных работ. Причем абсолютно разных. И зачастую получается так, что проект переходит от одной компании к другой. Когда мы сначала проект торгуем, потом мы предприятие подрядное торгуем и так далее, здесь много нюансов возникает. А если бы, тем более сейчас федеральный центр такие решения уже принял, нам это позволяет. Проведение работ по таким объектам по принципу финансирования контракта жизненного цикла. То есть проектные работы, производство работы, издача. То есть определяет целый комплекс. Зашла речь и о комиссии, которую жители платят за перевод средств на капитальный ремонт. Олег Николаев поручил проработать вопрос ее отмены. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Производственные объекты, школы и детские сады, дома, культура и спортивные площадки. В Республике один за другим реализуются инвестиционные проекты. Напомним, на заседании Высшего экономического совета было принято решение в течение месяца еще раз обсудить программу развития региона с руководителями муниципалитетов. Рабочая группа побывала в Козловском районе. Делегация во главе с Олегом Николаевым на месте обсудила точки роста муниципалитета. Когда-то эти места были отрадой для взора туристов. Потом была полоса затишья. Сегодня город-сувенир на Волге. Снова хочет слышать вместе с шумом прибоя звуки швартующихся теплоходов. Но из-за отсутствия причала речные пассажирские перевозки остаются под вопросом. Обходят Козловку стороной и туристические суда. Нужен комплексный план по развитию местного туризма. И здесь без инициативы жителей, органов власти не обойтись. И всю эту колоссальную красивую территорию открыть для пешеходов и для гостей. Создадим музейно-образовательный комплекс. Нам, конечно, нужны, безусловно, туристы. Город Козловка, город-легенд. Реконструкция набережной, строительство причальной стенки, создание музейно-образовательного центра геометрии Лобачевского, развитие спортивно-туристического комплекса «Птичий полет» и создание экопарка «Радуга» обойдется примерно в 628 миллионов рублей. Программа «Чуващие сердце Волги» нам позволяет как раз все это объединить. И, очевидно, город Козловка и город Марпасад однозначно должны быть объединены в один цельный проект. Нужны причальные стенки для того, чтобы здесь могли останавливаться, прежде всего, теплоходы. В случае реализации всех наших задумок, конечно же, эти города получат новый импульс, прежде всего для развития потребительского рынка, для развития малого и среднего предпринимательства. А в селе Байгулова строится новая школа, и это уже инвестиция в будущее поколение. Работы планируют завершить к середине августа. Внутренняя часть школы завершена у нас, как говорится, почти полностью. Только осталось маленькие ремонтные работы по покраске и ремонту стен. Сейчас продолжается работа по школьному стадиону. 1 сентября школа примет 165 учеников. При строе смогут заниматься еще 40 дошколят. За школой очень большой стадион, там беговая площадка, 400 метров с тремя полосами, там волейбольная площадка, площадка для баскетбола и для многих игровых видов спорта. Она будет очень востребована. Для самых юных козловчан в этом году построят новый детский сад на 160 мест. На эти цели выделено почти 160 миллионов рублей. Проект – аналог того, что построен в столичном микрорайоне Новый город. Типовые проекты заметно сокращают сроки согласования, сроки строительства и снижают затраты. На Козловском автокомбинате члены рабочей группы ознакомились с производством и посмотрели выпускаемую линейку техники. Мы подготовили фрезерный станок и в этом году начинаем выпуск. Кроме плазменных станков выпускаем уже лазерные станки. То есть мы продолжаем увеличивать наши площади. Изменится в этом году и облик физкультурно-оздоровительного комплекса «Адл». Рядом появится футбольное поле с четырьмя беговыми дорожками, комфортными трибунами и электронным табло. На это республика выделит 30 миллионов рублей. Всего ближайшие пятилетки в муниципалитете реализуют 93 проекта инфраструктурной направленности. На эти цели потребуется 3 миллиарда рублей. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Республика. Этим летом сотрудники Россельхозцентра проверили более 520 тысяч гектаров посевов на наличие вредителей. Очередной рейд прошел в Вурнарском районе. Вместе со специалистами выехала и наша съемочная группа. Вредителей нет, не обнаружено. Чистые посевы. Вот так метр за метр надо пройти целое поле, чтобы проверить качество посевов. Специалисты рассказывают, что ячмень устойчив к вредителям. Но все же иногда они здесь заводятся. Такое бывает, если нарушена технология выращивания или севооборот. Здесь, на этом участке, вероятно, вовремя провели химобработку. Цветоиды, цветоиды, цветоиды. Ооо. А это поля редьки масляничные. Ее используют в качестве корма для скота. Растения улучшают структуру почвы, приостанавливают рост сырников. Еще его любят пчелы. Здесь мы нашли очень много цветоидов. Кристоцветные ложки. Они, конечно, особенно вот этот цветоид поражает цветы. Порумя цветения. И урожай резко снижает. Один раз обработали. Придется еще раз обработать. Также много вредителей и на поле ржи. Специалисты Россельхозцентра обнаружили здесь и тлю, и трипсов, и бурую ржавчину. На данном колосе видим то, что здесь заселение идет тлей. Тля приносит вред зерновым культурам тем, что она обсасывает чешуйки и само зерно. Тем самым зерно плохо развивается. И качество зерна теряется. Теряется вес зерна. Эти посевы повреждены бурой ржавчиной. Массовое заражение наблюдается именно летом. За сезон возможно появление нескольких поколений вредителя. Ржавчина серьезно влияет на урожайность и качество зерна. Если будет продолжаться такая же погода, перепады температуры, дождь, тепло, холод, роса холодная идет. Мы ожидаем, что будет распространяться еще бурая ржавчина на зерновых культурах. Поэтому руководителям, сельхозтоваропроизводителям хотим пожелать, чтобы они ввели фитосанитарный мониторинг полей. Обязательно обследовали, просматривали. Ввели обработку фунгицидами. С этого года внедрен цифровой фито-мониторинг. Каждый специалист получает телефон со специальным приложением, в которое во время проверки вносят данные. Геолокацию, адрес хозяйства, фазу роста растений, количество вредителей и сырников. Наши данные сразу поступают в программу в Москве. Нас полностью отслеживает Москва. И в дальнейшем мы начнем работать чисто по цифровому мониторингу. Получается, все поля будем забивать через это приложение. И какой-нибудь, если хозяйство заинтересуется, например, где-то что-то будет интересно. Какой-нибудь сельхозтоваропроизводитель захочет купить зерно. И он может узнать у другого товаропроизводителя, где это зерно проращилось, выращивалось. И что он может через эту программу зайти, просмотреть и увидеть, что там было на этом поле. Чем обрабатывали. И что происходило, общую картину про эту культуру. Специалисты Россельхозцентра не только контролируют посевы. Они дают квалифицированные рекомендации по предотвращению возможных заражений. Татьяна Иванова, Татьяна Раевская, Павел Иритков. Республика. В Чувашию пришла жара. Вчера в южной половине республики воздух прогрелся до плюс 27. А ночная температура второй день подряд не опускается ниже 13-15 градусов тепла. При этом местами проходят кратковременные дожди. По данным портала «Погода» в Чувашии, в Чебоксарах с начала июля выпало уже 6 литров воды на квадратный метр земли. Но осадки не затяжные. Завтра днем в Чувашии ожидается до 33 градусов в тени. Такая погода закрепится в республике до середины недели. По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели под влиянием южного циклона снова увеличится вероятность локальных ливневых дождей с грозами. Тем не менее, столбики термометров так и будут держаться на отметках 28-30 градусов выше нуля. Есть вероятность, что жаркая погода сохранится еще и всю вторую декаду июля. Это главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова